Владимир Владимирович, подалось ли вам пообщаться с Донатом Трампом? Есть ли какие-то подвижки в ваших договорах? Пока нет, поздоровались только. Церемония была сделана таким образом, что там общаться было невозможно. Мы наблюдали за происходящими событиями, ну а сейчас вот будет рабочий обед, может быть там удастся. Но в любом случае мы договорились о том, что мы здесь не будем нарушать графика работы принимающей стороны. По их просьбе мы никаких встреч здесь не организуем, а это возможно будет, скажем, на полях двадцатки, либо позднее. В любом случае мы к диалогу готовы, это же не мы выходим из договора по ракетам малой и средней дальности, средней и меньшей дальности. Это американцы планируют сделать. И они, и мы настроены на то, чтобы восстановить диалог. Но еще важнее, даже не на таком высоком или высшем уровне диалог вести, а на уровне экспертов. Надеюсь, что этот полномасштабный процесс переговорный будет восстановлен. Скажите, пожалуйста, вот НАТО проводит масштабные массивные учения с первой, с такой большейся временной холодной войны. Россия, в свою очередь, проводит учения. Насколько необходим этот баланс сил? И как вы относитесь к идее альтернативному альянсу? Что касается альтернативных вооруженных сил, вообще европейских, это не новая идея. Сейчас президент Макрон ее реанимировал. Но мне об этом еще говорил один из прежних президентов Жак Ширак. Но и до него были эти идеи. В принципе, Европа мощное экономическое образование, мощный экономический союз. И в целом, это вполне естественно, что они хотят быть независимыми, самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности. Я думаю, что это в целом процесс положительный с точки зрения укрепления многополярности мира. В этом смысле у нас перекликаются позиции с Францией в том числе. Что касается учений, то мы тоже их проводим, эти учения. Правда, мы стараемся не проводить крупномасштабных учений вблизи границ со странами НАТО. Последнее крупное учение у нас было на востоке за тысячи километров от границ стран НАТО. Но в целом мы относимся к этому спокойно. Надеюсь, что диалог, который всегда востребован, и здесь сыграет свою положительную роль. И еще, позвольте, вопрос нашего телеканала, где во Франции продолжают отказываться в реабилитации. И сельский дворец готовится закон, согласно которым нас могут закрыть только потому, что мы имеем отношение к России. Означает ли это, что... Как Вы можете охарактеризовать отношения между Россией и Францией в этом смысле? И какие еще необходимо преодолеть проблемы? Ну, здесь важны не отношения между Россией и Францией в сфере информационных обменов. Здесь в целом важны общие подходы к информации и к обмену информации, к свободному распространению информации. Вот что важно. Ведь мы знаем и всегда мы слышали от наших западных коллег, что главный принцип демократии, один из главнейших принципов демократии – это свобода распространения информации. А вот составление различного рода списков, советов, которые должны принимать решения, какие средства информации хорошие, а какие плохие – вот это, на мой взгляд, совершенно недопустимо. Это ничего общего не имеет с демократией. Почему? Потому что если мы хотим реализовать принцип свободного доступа информации к ее потребителям, то есть гражданам наших стран, то мы должны не закрывать административным путем что-то, не ограничивать что-то с помощью политических и административных структур. А если мы с чем-то не согласны, то противопоставлять свою точку зрения, давая возможность зрителям, слушателям, пользователям интернета самим разобраться, самим принять решение, где правда, а где ее искажение. Вот мне кажется, двигаться нужно по этому пути. Вы видите нам гости в следующий раз? Я знаю, что график не подключен. Ну, знаете, здесь сегодня я хотел приехать и хочу это сделать, но сегодня здесь в Париже 90 глав государств и правительств, достаточно сложно передвигаться по городу, чтобы не создавать дополнительные проблемы принимающей стороне, на этот раз не получится. Но в целом я с удовольствием это сделаю. Я хочу вам пожелать успехов. Вам спасибо большое за вашу работу и за профессионализм. Спасибо.